Всем привет! С вами канал GrandExam, меня зовут Арсений Филин. На этом канале мы с вами обычно говорим обо всем, что связано с ЕГЭ и с поступлением в ВУЗ. Если эта тема вам интересна, подписывайтесь на канал. За прошлую неделю много всякого наслучалось, связанного с нашей с вами тематикой, со школой, с ВУЗами, с поступлением в ВУЗы. Хотя, правильнее сказать, даже назаявлялось, наверное. Во-первых, просто какое-то огромное количество заявлений на тему, нужно ли отменять ЕГЭ или не нужно отменять ЕГЭ. Причем, если раньше мы с вами такие заявления слышали от каких-то там непонятных, малоизвестных депутатов, то теперь на эту тему уже рассуждают премьер-министр и даже президент. Что касается студентов. Если на прошлых неделях все дружно обсуждали нейросети, и как с их помощью можно написать диплом, то на этой неделе все обсуждают уже вопросы стипендий. С одной стороны, предлагают стипендии по 100 тысяч рублей сделать. С другой стороны, спикер Госдумы Володин тоже предлагает поднять стипендии, но только для инженеров. Потому что, с его точки зрения, стипендии у гуманитария должны быть меньше, чем у инженера. А еще опять заговорили об обязательном распределении после ВУЗов. Предлагаю все это с вами в этом ролике обсудить поподробнее. Начнем давайте с отмены ЕГЭ. К разговору об отмене ЕГЭ мы с вами уже все привыкли. Уже стабильно там раз в год, пару раз в год выходит какой-нибудь депутат непонятный и начинает рассказывать про прекрасную советскую систему, когда все экзамены сдавались непосредственно в ВУЗе, и про ужасный ЕГЭ, в котором одни тесты, угадайка, зазубривание, натаскивание, и что именно ЕГЭ похоронило российское образование. Но в этот раз все как-то посерьезнее, все как-то возбудились очень сильно, потому что не просто какой-нибудь депутат там, а сам премьер-министр Мишустин начал что-то заявлять на эту тему. Мишустин об отмене ЕГЭ. Надо все серьезно взвесить. Глава правительства Михаил Мишустин допустил отмену ЕГЭ. Чего это вдруг Мишустин сейчас озаботился вообще вот этим вопросом образования, вопросом ЕГЭ? Вас это не смущает? Хотя вот на этот вопрос у меня как раз, кажется, есть ответ. Есть такая партия, называется «Справедливая Россия за правду». И они уже, в принципе, давно кричат, что ЕГЭ нужно отменить. И мы настаиваем на ликвидации единого государственного экзамена, как очень вредного, который идет к разрушению нашего образования. И вот эта партия встречалась с Мишустином. Главный у них Сергей Миронов. Он опять начал говорить, что типа давайте ЕГЭ отменим, а вместо ЕГЭ сделаем региональные комиссии, региональных вузов, которые будут принимать экзамены. Если типа уж так хочется, чтобы абитуриенты из регионов по-прежнему могли поступать в столичные вузы, чтобы сохранилось вот это основное преимущество ЕГЭ, что школьник из глубинки с опорой только на свои знания может запросто поступить в любой столичный вуз, чтобы сохранить эту ситуацию, они предложили засчитывать результаты этих региональных комиссий как ЕГЭ во всех вузах. То есть в региональном вузе приходишь, даешь экзамен по каким-то билетам, и этот экзамен тебе засчитывают во всех других вузах как вступительный. В каждом крупном городе есть те или иные высшие учебные заведения. Создать комиссию с преподавателей высших учебных заведений, которых можно принимать в одной комиссии математику, в другой физику, русский язык, химию, и то же самое, и посылать в любые вузы. Мне такая идея кажется странной. В одних вузах могут быть сложные билеты, в других легкие. В одних с упором на теорию, в других на практику, на задачки. В одних вузах могут жестко принимать, в других лайтово. В конце концов, в одних вузах могут честно принимать, а в других за взятки. Или даже так, в одних вузах за большие взятки, а в других за очень большие взятки. В общем, так себе идея с моей точки зрения. Ну и прямо там, на этом совещании Мишустин прямо сразу Мироновой отвечает. В вопросе отмены ЕГЭ надо все серьезно взвесить, оценив плюсы и минусы. Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей надо все серьезно взвесить. Но когда эту новость дают отдельно, возникает ощущение, что вот это вот надо все серьезно взвесить, что это означает, мы сидели-сидели и внезапно решили поразмышлять об отмене ЕГЭ. А когда видишь это в контексте совещания, как ответ на что-то другое, на какое-то другое предложение, то это воспринимается скорее как вежливый такой отказ. Типа, мы, конечно, подумаем, рассмотрим, но вообще нужно все серьезно взвесить, так что, скорее всего, нет. Я вообще не думаю, что им как-то вот вдруг захочется что-то кардинально менять. Как-то ЕГЭ работает, ну и ладно, и других проблем куча. Даже если вдруг случится невозможное и действительно будет принято решение об отмене ЕГЭ, от перехода от ЕГЭ к какой-то другой системе оценки ваших знаний на выходе из школы, то, конечно же, это невозможно сделать моментально. Вспомните, прежде чем ввести ЕГЭ, прежде чем окончательно отказаться от советской системы экзаменов, было огромное количество всяких испытаний, переходных периодов и так далее. Что это значит? А значит, это только одно. Если вы сейчас учитесь в школе, в старших классах, вам, конечно, все равно нужно исходить из того, что вам придется сдавать ЕГЭ. А готовиться к экзаменам, к УГЭ и к ЕГЭ можно в онлайн-школе УМСКУЛ. Что такое УМСКУЛ? Во-первых, это удобный формат онлайн-занятий с опытными преподавателями, которые даже самые сложные темы объясняют увлекательно и простым языком. Во-вторых, это большое количество практики и на занятиях, и в домашних заданиях с детальной проверкой. При этом к каждому занятию идут не только конспекты, но и рабочие тетради, и пробные варианты ЕГЭ, и даже карточки для запоминания теории. А еще УМСКУЛ – это умная образовательная платформа, которая анализирует ваши знания и подсказывает темы, с которыми у вас сложности, чтобы вы могли закрыть все свои пробелы. В процессе обучения многие сталкиваются с отсутствием мотивации. Но здесь у вас такого не будет, ведь за выполнение домашних заданий, за просмотр занятий вы будете получать очки, которые потом можно обменивать на подарки и скидки. Даже если вам кажется, что времени на подготовку совсем не осталось, это не так. Помимо годового курса, УМСКУЛ разработали уникальную программу подготовки, позволяющую подготовиться с нуля даже за 45 дней на курсе флэш, а затем повторить все пройденное на курсе предбанник за неделю до экзаменов. Хорошая комбо, я считаю. Уже более 100 тысяч выпускников убедились в эффективности формата, если и вы хотите готовиться без стресса в комфортной обстановке, получить 100% необходимого материала для сдачи экзаменов на высокие баллы и поступить в хороший УЗ. УМСКУЛ поможет вам в этом. А для тех, кто готовится сразу по нескольким предметам, есть приятные скидки. Переходите по ссылке в описании и делайте свою подготовку более качественной, достигайте желаемых результатов. Ну а мы продолжаем. Что касается Мишустина, то здесь мы с вами разобрались. Тут, что называется, журналисты вырвали из контекста. А вот почему Путин вдруг тему ЕГЭ начал поднимать, вот это для меня более удивительно. Давайте посмотрим вот цитату. У ЕГЭ есть много минусов. Я знаю, что многие наши граждане возмущаются начетничеством, которое там имеет место быть в этой системе. Это правда, это существует, но с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, вместе с общественностью, с ректорами высших учебных заведений, думают над тем, как улучшить эту систему и улучшают ее. Я думаю, тут механика такая. Цитата Мишустина разлетелась по СМИ, попала в какие-нибудь топы новостей за неделю. Сразу все вдруг вспомнили про соцопросы, в которых две трети населения нашего выступают за отмену ЕГЭ. Вот смотрите, например, вице-спикер Толстой ссылается на эти опросы и говорит, что нужно рассматривать возможности отмены ЕГЭ, потому что такова воля избирателей. И Путин, видимо, на все это отреагировал. Причем, опять, кстати, заметьте, в том ключе, что, может быть, мы что-то улучшим, но отменять ЕГЭ мы вроде как не планируем. При этом обратите внимание, что Путин тоже говорит, у ЕГЭ есть минусы, на ЕГЭ натаскивают, ЕГЭ не проявляет глубокие знания. То есть ЕГЭ до сих пор воспринимается, как такая чисто тестовая система, на которую можно натаскать. Меня, честно говоря, это раздражает. В ЕГЭ уже, по-моему, по всем предметам давно есть серьезная письменная часть, так называемая часть развернутым ответом. В которой, по крайней мере, по физике и по математике, даются вполне себе нормальные, серьезные, сложные задачки, где есть о чем подумать. Если ты не бум-бум в математике, то натаскать тебя на сотку на ЕГЭ по профиле математики не получится никак. Поэтому я все-таки считаю, что ЕГЭ – это хорошая система. Отменять ЕГЭ и возвращаться к советской системе было бы очень плохо. И задачки, которые дают в ЕГЭ, вполне себе нормальные. По крайней мере, по физике, по математике, с которыми я работаю. Но при этом и у меня тоже есть куча претензий к ЕГЭ. И основная, самая главная претензия – это система оценивания вот этой самой развернутой части. Вот меня как-то просили несколько лет назад, по-моему, перепроверить реальную работу с экзаменом одного чувака по математике, по профиле. И там была довольно сложная задачка по геометрии, к которой, в принципе, приступают единицы. А чтобы еще правильное решение, был правильный ответ, так такого в тот год по этой задачке вообще практически не было. Единицы ее решили. А тут человек все сделал. Там координатный метод на пять страниц, получил правильный ответ. Но в каком-то одном месте в обозначениях он запутался, и там условно вместо отрезка dc1 написал отрезок dc, то есть единичку потерял. То есть там надо было написать что-то типа прямая dc1 параллельно прямой b. А он написал dc параллельно b, единичку забыл. Ошибка? Ошибка. Ему ноль баллов за задачу. Чувак, как мне кажется, минут сорок потратил на эту задачку, но из-за такой вот дурацкой описки по критериям ставит ноль, потому что критерии математики очень строгие. Допустил вычислительную ошибку, минус половина баллов. Что-то более серьезное, минус вся задача. Потому что почти все задачки, они оцениваются в 2-3 балла. И это не какой-то единичный случай. Я уверен, что и в этом году будет куча работ, где человек за какую-нибудь вот описку, очевидно знает, как решать задачку, но за какую-то описку, грубо говоря, из-за оформления, из-за каких-то там логических недочетов, ему ставят ноль баллов, как будто он эту задачку вообще не решал. Он понимает, как ее решать, знает, там приводит к правильному ответу. Поэтому, когда я слышу, как люди ругают ЕГЭ, что там тесты, угадай-ка, мне хочется сказать, да лучше весь ЕГЭ из тестов состоял, чем то, что сейчас происходит с развернутой частью. Но, видимо, разработчики ЕГЭ очень боятся, что будут какие-то расхождения в системе проверки работы, что одну и ту же работу разные эксперты будут по-разному оценивать, поэтому критерии максимально строгие. Если мы с вами математику посмотрим, в большинстве задач, по сути, возможно, всего три варианта. Либо идеальное решение, тогда тебе дают 2 балла, либо арифметическая ошибка, это 1 балл из 2, либо 0 баллов. Даже если ты почти все сделал правильно, в какой-то мелочи запутался, где-то немного затупил, тебя просто приравнивают к тому, кто вообще ничего не умеет решать, кто даже не приступал. И мне кажется, это основной, самый важный минус ЕГЭ, ну, по крайней мере, по моим предметам. Я считаю, что каждую задачку нужно оценивать, например, по пятибалльной шкале или по десятибалльной даже шкале, чтобы отличать тех, кто что-то хоть умеет, от тех, кто не умеет вообще ничего. Если это исправить, а еще, если как-нибудь снять напряжение, которое витает вокруг ЕГЭ, например, разрешить пересдавать экзамен, если он тебя не устраивает, если тебе не устраивает результат, то, мне кажется, вообще будет замечательно уж точно лучше, чем экзамен в каждом конкретном ВУЗе. Ну ладно, давайте заканчивать ЕГЭ, потому что это долго получается. Давайте перейдем к студентам. Что касается студенческой жизни, то на этой неделе у нас отжигает партия ЛДПР. Во-первых, они предлагают вернуть распределение после ВУЗов для выпускников медицинских ВУЗов. Если есть тут студенты МИДУЗов, напишите, пожалуйста, как вам такая идея. На самом деле в МИДУЗах фактически сейчас можно сказать, что уже работает распределение, потому что в МИДУЗы практически невозможно поступить, кроме как по целевой квоте. То есть, когда ты заключаешь целевой договор, и потом отрабатываешь это где-то, свое обучение. То есть, там обычных бюджетных мест, они есть, но их очень мало. И нормальная история, если, скажем, целевикам отдают 70% бюджетных мест. А еще же есть особая квота для детей с инвалидностью, еще есть отдельная квота для участников спецоперации, еще олимпиадники, которые могут вообще все бюджетные места занять. Получается, что на бюджет просто так, ну, фактически не пробиться на медика. И большинство медиков, они изначально ориентируются на целевое. Это значит, что после ВУЗа им придется свое обучение отрабатывать в какой-нибудь государственной больнице, там, поликлинике, я не знаю. И об этом, в принципе, хорошо известно. Это все знают, это все понимают. Даже в партии ЛДПР это знают и понимают. Вот вам их цитата. Мы знакомы с позицией Миноборнауки, которая считает, что здесь лучше сделать акцент на расширение практики применения целевого обучения, но считаем, что одно другому не противоречит и надо все-таки ввести обязательное распределение. Меня такие предложения, честно говоря, напрягают, потому что от обязательного распределения для студентов-медиков недалеко и до всеобщего обязательного распределения, как в советское время. Прикольнее было бы, конечно, чтобы тех же медиков хорошими зарплатами стимулировали идти в городские больницы, там, в городские поликлиники, чем вот такая обязаловка. Или стипендии подняли бы. Про стипендии, кстати, тоже успели всякого заявлять. Те же самые ребята из ЛДПР хвастаются. Мы введем стипендию Жириновского для лучших студентов по 100 тысяч рублей каждому. И все бросились это обсуждать. Ну, нифига себе, 100 тысяч рублей для студента. Ну, не на каждой работе столько платят. Но на самом деле речь идет о какой-то, по-моему, очень маленькой локальной инициативе, как я понял. Там они говорят, что только 10 студентов. Только из МГТУ им не Баумана почему-то. Видимо, чиновники продолжают как-то думать о том, что нам остро не хватает инженеров. И надо их баловать. Вот если весной все пытались поддерживать айтишников, то сейчас, по-моему, все переживания вокруг инженеров крутятся. Причем я почти уверен, что эти 100 тысяч их будут растягивать, скажем, на год. Берут 10 студентов, добавляют им там по 80 с чем-то тысяч в месяц. И в год у тебя выходит сотка. Когда я учился на физфайке, у нас была похожая тема с фондом Потанина. Там 60 тысяч в год было, но это было 9 лет назад, поэтому сумма, в принципе, сопоставимая. Дерипаска что-то такое тоже устраивало. Это вот на год растягивается, и другие фонды тоже. В общем, какая-то очень маленькая ограниченная история, по-моему, вообще не стоящая обсуждения. Ну, заголовки получились у всех очень красивые. 100 тысяч студентов. Но если эти товарищи предлагают поддержать стипендии десятерых студентов, то в Госдуме придумали более радикальное решение. Предлагают повысить всем студентам инженерных специалистей стипендии. Цитата спикера Госдумы Володина. «Стипендии должны быть по инженерным дисциплинам больше, чем по гуманитарным». Надеюсь, что повышение стипендию инженеров не повлечет уменьшение стипендию гуманитариев, потому что деньги в бюджете на образование уже какие-то выделены, они уже заложены в бюджет, определены, и не очень понятно, откуда они собираются брать дополнительные деньги, если повышать стипендии инженерам. Будет печально, если эти надбавки к стипендию инженерам отнимут гуманитариев. По крайней мере, с бюджетными местами предлагается сделать именно так. Еще одна цитата господина Володина. «Ведь очень много рычагов, решений, которые позволяют стимулировать именно инженерные дисциплины. У нас есть бюджетные места, надо их в приоритетном порядке отдавать под инженерные специальности». То есть бюджетные места предлагается не добавлять, а именно перераспределять в пользу инженеров. Это, кстати, не новость. Были распоряжения уже на этот счет, причем на счет уже текущего учебного года. То есть те ребята, которые в этом году собираются поступать в ВУЗы, уже с этим столкнутся. Бюджетные места вообще-то были распределены уже давным-давно. Но зимой, вот недавно совсем, вышел документ, я его в Телеграме себе опубликовал, согласно которому уже в этом году планируют перераспределять бюджетные места в пользу инженеров. Или, как они там говорят, в пользу каких-то приоритетных специальностей. Но там из контекста понятно, что речь идет именно об инженерах. Поэтому те, кто поступает в этом году, пожалуйста, следите все-таки за цифрами бюджетных мест, которые написаны в правилах приема и на сайте вашего ВУЗа. Потому что она легко может поменяться в любую сторону, в зависимости от вашей специальности. Вот такие дела. Но вообще, конечно, обидно, что ситуацию с запросом, с недостатком инженеров решают повышением стипендию, увеличением количества бюджетных мест. А медикам предлагают обязательное распределение или заоблачные какие-то цифры по целевому приему. Получается, для инженеров пряник, для медиков кнут. Лучше бы, конечно, для всех пряники. Но, видимо, на всех пряников не хватает денег, на все пряники не хватает. Как-то так. Вот такие новости. Спасибо, что посмотрели. Хотя самые главные новости для этой недели я вам, конечно, не рассказал. Новость заключается в том, что буквально на днях опять появились новые поправки к порядку приема, по которому в этом году будут поступать абитуриенты, будете поступать вы. Но об этом, мне кажется, нужно снимать отдельный ролик. Ну, на какие-то базовые тезисы насчет этого документа. Я в Телеге уже публиковал пост. Ссылку в описании оставлю. Для тех, кому интересно, подписывайтесь на Телеграм. А так как-то все. Спасибо, что посмотрели. Огромной вам удачи в поступлении. С вами был Филин. Всем пока.